здравствуйте меня зовут ирина шайдова и сегодня посылка с фурнитурой класса люкс вот такие мешочки часто присылают присылает этот продавец и давайте посмотрим что я там заказала хочу напомнить что у меня очень много обзоров из фурнитуры и класса люкс алиэкспресс там где покупаю я там где я считаю что хорошее качество и хорошая цена поэтому кому интересно посмотрите плейлист на моем канале материалы для творчества и рукоделия и вы увидите там много полезных информации все ссылки я оставляю под видео и вы можете воспользоваться ими и так начну вот таких вот замочков такие замочки я уже заказывала уже показывала вам и у меня есть украшение с такими замочками кому интересно можете зайти мой инстаграм и посмотреть там украшение с такой фурнитурой я заказала 2 замочка с черной фурнитурой 2 в серебре и один в золоте и все они с циркончиками такими бесцветными потому что бывают и циркона разного цвета и темные цветные вот в этот раз у меня вот такие самые распространенные как мне кажется хочу обратить ваше внимание что вот такие замочки бывают и меньше по размеру может быть и больше бывают я не знаю но я больше не видела у меня были такие замочки поменьше вот этот вот замочек пять с половиной сантиметров то есть он не маленький я лично его использую как декоративный момент я вот сюда еще делаю подвеску вот на эту часть вот сюда и вот этот замок у меня стоит на первом плане но подвеска у меня бывает съемная подвеска снимается и замок можно перевернуть на шею и бусы будут тогда классическими очень удобно крепится вот к этой перекладинке элементы и здесь расстегивается вот эта часть маленькая вот этот крючок он отстегивается и замок размыкается вот эта часть не размыкается вот эта фурнитура вся премиум качество она замечательно смотрится на жемчуге и на ювелирных камнях вот когда поделочный камень лично мое мнение что трудно найти вот это сочетание чтобы хорошо она смотрелась но опять-таки кто как придумает возможно у кого-то и получится но я именно беру ее для каких-то таких дорогих камней чтобы все было под стать также из черной фурнитуры я использую часто и очень мне нравится вот эта тема вот с такими бусинами с фурнитурой которая инкрустированного такими стразиками в этом магазине я также покупала бусины и другого размера показывала вам в одной из своих распаковок вот эта бусина сейчас скажу сколько три сантиметра до вот такая большая это вам самая крупная которая там было три сантиметра на два сантиметра вот она также может являться и как центральным элементом в колье да и может где-то сбоку я ее взяла одну потому что мне кажется что вот больше лично для моих украшений это будет перегрузка ну а там тоже самое кто что придумает видите как она хорошо переливается деликатно так вот представьте крупный жемчуг большой белый белый и вот эта бусина мне кажется очень красиво нравится мне очень как смотрится вот эти стразики с камнями причем даже с поделочными вот на этой грани тоже можно поиграть да когда такой дикий камень и вдруг вот такие стразики из черной фурнитуры и бусинок я заказала вот такие мелкие это 6 сантиметров такие металлические шарики они бывают разных диаметров я заказала 6 миллиметров диаметр если бы был 4 я заказала бы и 4 но именно в этом магазине нет и если честно я нигде и не видела 4 то же самое циркончиками инкрустирована и очень красиво переливаются такой маленький размер бусинок я использую в сережках как такой соединительный элемент как правило перед бусиной какой-то мне нравится как смотрится дальше я купила швензы швензы крючки такие швензы такой формы бывают и в золоте и черные и в серебре разные разные и вот эти тоже с цирконами а бывает такая же форма где циркончиков нет там где циркончиков нет как правило дешевле значительно стоит фурнитура они красиво сидят на ушки и плюс сережки красиво смотрится с такой швензы и я делаю украшение на заказ и некоторые люди не носят английский замок или пусету именно нужен крючок и я вот на крючок сейчас стараюсь покупать именно вот такие потому что уж больно хороша вот эта форма и хочу тоже обратить внимание что у меня были как-то точно такие же швензы но они были чуть чуть короче поменьше по размеру вот эти немаленькие но такие средние самое то что мне кажется не помню то ли сразу шло вот так три пары 6 швенз то ли я так заказала умножила на 3 вот это я не помню пройдите по ссылке и посмотрите тогда сами еще и швенз у меня есть вот такая вот позиция это уже дорогие видите прям тут такие они форме крыла швензы они такие несимметричные да вернее наоборот они симметричные очень красиво смотрится вот это на одно ушко вот это на другое и тут вот такой штырёчек подвешен который можно вклеить бусину штырёк тонкий и маленький то есть бусинка здесь будет но с большим отверстием бусина точно не пойдет как правило на такие тонкие штырьки хорошо вклеивается жемчуг сваровски потому что там отверстие тоже маленькая и это пуссеты вот такие вот эта фурнитура вся гипоаллергенная она не раздражает ушко в этом плане она без проблем носится но это такой же нарядный вариант швензы качество безупречное и циркончики вот мне нравится что они не блестят а именно переливаются на ушки вот такие швензы я заказываю первый раз мне еще не было дальше в этот раз я взяла вот такие соединительные кольца соединительные кольца они бывают разные я вот разные взяла они не дешевые это не дешевая позиция но часто бывает необходимо как-то связать все воедино переходной элемент какой-то поставить допустим смотрите бусы вот вывести их вот отсюда да а вот сюда приделать какую-то подвеску это будет как бы часть кулона центральная можно сбоку такое поставить в общем там можно как угодно вот здесь вот есть отверстие послушайте я вот рассказываю вам рассказываю и тут я обнаруживаю что это не то что я думаю вы представляете я была уверена что вот здесь вот сбоку есть отверстие и в любом месте можно было присоединить ювелирный тросик или нить какую-то а здесь нет отверстий вы представляете я же четыре штуки заказала они вообще не дешевая теперь надо думать как их использовать ну конечно что-нибудь придумаю но как-то я видите не внимательно все время призываю вас быть внимательными но сама не внимательно отнеслась к этой покупке увидела то чего нет на самом деле но вы понимаете с я вам покажу другие кольца я надеюсь что там точно есть отверстие потому что иначе я совсем уже дурында но ни одного вот здесь вот отверстия за которое можно ювелирный тросик продеть здесь нет напишите как использовать эти кольца что вы думаете потому что чем-то как-то их цеплять вот так сверху да ну это не то фурнитура чтобы как-то закрывать эти циркончики общем я не знаю вот я да да ладно будем думать еще я заказала вот такие два соединительных кольца и вот такие я даже боюсь их распаковывать вот этот цвет мне очень нравится я его брала у меня есть гранат прям гранат хочу сделать кулон вот с таким элементом конечно цвет вот этих цирконов он ближе к рубину чем гранату но он просто вот даже не знаю ская он не богатый вот чтобы богаты но в общем он очень красивый цвет у вас передается он немного темнее на самом деле он он замечательный цвет даже сам по себе этот элемент меня восторг я обязательно еще один закажу такой вот и вот здесь вот уже смотрите слава богу вот эти отверстия есть видите в колечке и тут можно вот в любое в любое пропустить ювелирный тросик можно насквозь пропустить по моему то я сейчас тоже вам наговорю да вот насквозь можно пропустить нить можно зацепиться за любое звено и вот это вот очень удобно то есть вот с такой фурнитурой где столько много отверстий можно вот все что угодно делать я была уверена что вот эти кольца вот наподобие вот этих посмотрите какой цвет мне кажется что сейчас кто просто слушает мои видео вы должны посмотреть на экран вы должны получить цветотерапию какой шикарный цвет ой 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 вот буду делать колье с гранатом покажу вам что я придумала и точно такой же коннектор но уже вот с таким белым но вот это опаловые такие камешки то есть они такие как мутноватые это тоже более беспроигрышный вариант он подойдет к любому цвету бус мне кажется он просто сам по себе а бусы будут сами по себе тоже интересный еще мне кажется там был зеленый но могу сейчас могу сейчас ну перепутать но почему тот мне кажется что еще зеленый там был два красивейших элемента просто очень так и вот это колечко она надеюсь такого же плана идет до точно такого же только она поменьше диаметром смотрите как красиво инкрустированы вот эти циркон чеки от самого маленького потом но большему мелкий диаметр мелкий диаметр циркона и вот побольше такие сам элемент конечно если такой элемент просто сделать бусы и один элемент этот поставить уже красота не надо больше ничего и вот здесь вот эти отверстия шагом наверное миллиметра 2 в общем соединительные кольца эта тема эта тема тут можно много чего на сочинять но куда вот эти использовать не знаю была уверена что это такие же ладно ладно хватит уже сокрушаться так и осталось у меня два кулона все кулоны такого плана это дорогие прям дорогие дорогие покупки но украшения тоже делаете просто бусы и все и вот этот кулон и у вас уже за вас продуман дизайн вот такой кулон посмотрите качество хочу чтобы он весь попал в кадр вот так перевернул смотрите какая работа вот это не штамповка да вот как бывают броши или бывают дешевые колье такие да вот с такими элементами здесь же нет здесь и весь металл очень хороший и все камешки это циркончики красивые которые вот но они сразу видно что они очень хорошие так металл он не поддается коррозии так вот это на шишку не на шишку а на кисть да вот сюда приделывается кисть или просто из бусин какая-то комбинация неважно но и такой шикарный кулон да я вот допустим здесь синие синими стразиками инкрустирован кулон но соответственно допустим у меня будет лазурит бусина лазурита или еще лучше сапфира ювелирного так но допустим бусины лазурита да будут здесь будет кисть из мелких бусин лазурита и вот такой вот кулон и конечно этот кулон не на каждый день на каждый день нет но не так нет он съемный у него вот такой замок который можно пристегнуть и отстегнуть или же есть петелька на замке вот такая петелька которую можно и одеть и на ювелирный тросик если вам не надо чтобы он был съемный то есть вот с этим был вам очень удобно мне нравится когда кулона пристегные не на каждый день как бы а по случаю потому что вот этот кулон сто процентов требует случая красивая шапочка вот это вот эта задняя сторона кулона но он конечно мне кажется должен лежать на груди да чтоб такая красота была вернее над грудью длинные бусы с таким кулоном мне кажется не стоит делать потому что во первых он будет переворачиваться ну и во вторых вот это соединение все-таки мне кажется что его не надо чтоб она сильно уж вот здесь вот туда-сюда ерзала потому что вот это может быть какой-то быть слабое звено в этой конструкции поэтому надо чтоб он красиво лежал над грудью вот в таком положении и вот так вот сверкал вам сверкает мне даже в глаз слепит от лампы и еще один кулон тоже он сделан вот такой для шапочки для кисти с такой шапочкой и вот такое соединительное кольцо стоит я его также покупала с мыслью о гранате не знаю какое сделаю первом колье здесь тоже за любое место вот можно зацепиться приделать был или просто просунуть memory проволоку или ювелирный тросик вот этот камень внутри красивый он тоже поярче чем гранат немножко не в ту сторону уходит но тем не менее он не будет особо спорить с ним вот эта задняя сторона и вот куча куча отверстий цепляйся за что хочешь с любой стороны хочешь выводы вот здесь сделай хочешь где хочешь и цирконы здесь видите разные формы разных размеров инкрустированная тоже мне кажется прям я вижу это колье здесь уже не надо никакие бусины дополнительные да это будет перегрузка однозначная остается просто присоединить ко мне ко мне вот такая у меня покупка была фурнитуры премиум качество остается мне додуматься что же делать не вот с этими кольцами если у кого-то есть примеры что вы делали или кто-то делал с такими кольцами можете мне прислать фотографии куда-нибудь только в личное сообщение в комментариях никаких скидок никаких ссылок кидать нельзя я удаляю такие комментарии потому что youtube может заблокировать видео поэтому где-то в контакте в инстаграм можете мне прислать натолкнуть меня на какую-нибудь идею вот напишите что вам понравилось больше всего мне больше всего понравился вот этот элемент и вот этот вот наверное все таки все таки хотя они смотрите совершенно разные видите по цвету совершенно разные по цвету но это когда они вместе я думаю что с гранатом будет хорошо и одно и другое вот ладно на сегодня все напишите пожалуйста что думаете поставьте не забудьте лайк или дизлайк на сегодня прощаюсь с вами до свидания всем всего доброго